Здравствуйте! В эфире программа «Неделя города». О главных новостях пятницы и уходящей недели вам расскажут мои коллеги и я, Ирина Ковалева. Смотрите сегодня выпуски. Пресс-конференция с министром здравоохранения Рязанской области. Что ожидает наш регион в сфере медицины в будущем? Лед не тронулся. В Рязани впервые за долгие годы пришлось задействовать технику для того, чтобы расчистить пойму реки Трубеш. Снег растаял вместе с асфальтом. Каких размеров ямы на рязанских дорогах? Отдых и обучение. В Рязани появится парк реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья. 6 апреля прошла пресс-конференция с министром здравоохранения Рязанской области Андреем Прилуцким. Он ответил на все важные вопросы журналистов и также рассказал, что ждет наш регион в будущем, какие больницы отремонтируют и какие кадровые перестановки ожидаются. Бережливое производство, ремонт больниц, а также проблемы живых очередей – это первостепенные вопросы, которые были заданы Андрею Прилуцкому. И на все он постарался ответить. По словам министра здравоохранения, сейчас в медицинские учреждения нашего города внедряется так называемая система бережливого производства. Она призвана избавить рязанские больницы от очередей. Однако технология не всегда работает исправно. Министр здравоохранения поспешил всех успокоить. В тех поликлиниках, в которых отмечены существенные, скажем так, очереди, они еще не входят в проект бережливых поликлиник. На сегодняшний день у нас только 19 наших организаций вошли в этот проект. Это, ну, наверное, опорные такие. Это седьмая детская поликлиника, шестая поликлиника, это Ряжк, Сасово, это детская поликлиника номер один, вот это больница Семашка. Андрей Прилуцкий удивил всех присутствующих тем фактом, что заместители и руководители правительства объезжают медицинские организации и смотрят на их работу изнутри. А затем идет разбор полетов. Такая практика дала свои результаты. За последние несколько лет, судя по опросам, удовлетворенность рязанцев оказанием медуслуг выросла с 30 до 70%. Однако все еще есть над чем работать. Коснулись и темы ремонта помещений медорганизаций. Министр здравоохранения по Рязанской области рассказал, что впервые выделены деньги на отделку помещений. Правда, рязанцы это вряд ли заметят. Впервые за последние три года, ну, по крайней мере, за те годы, которые я руковожу здравоохранением Рязанской области, выделены какие-то деньги на ремонт. 24 миллиона выделено на ремонт наших поликлиник. К сожалению, это будут ремонты. К сожалению, в каком плане? Что, опять же, жители их не всегда увидят. Так сказать, это ремонт, в первую очередь, крыш, чтобы не протекала, не подтекала коммуникации, прочих моментов. Реально могу сказать, поблагодарить губернатора, когда в приезд Владимира Владимировича мы получили 100 миллионов на ремонт. 22 миллиона на ремонт пойдет поликлиники номер 7, и 28 миллионов пойдет на ремонт поликлиники номер 6, и 60 миллионов, 57 миллионов на ремонт ОКБ. Планируются и реновации. Так, часть сердечно-сосудистого отделения кардиодиспансера перенесут в ОКБ. Это позволит немного разгрузить врачей. Также в городе появятся и новые медицинские аппараты. В этом году выделено 83 миллиона на приобретение оборудования для детских поликлиник, 47 миллионов на палеотивную помощь. В последние годы, по словам Андрея Прилуцкого, медицина в регионе активно развивается. Несколько лет назад Рязань находилась внизу рейтинга по показателям смертности от поражения органов дыхания. В настоящий момент ситуация кардинально изменилась. Это говорит о том, что в принципе, ну, как бы, что-то, так сказать, много, так сказать, еще проблем, много, так сказать, вопросов. Но, тем не менее, здравоохранение Рязанской области работает эффективно. Об этом не я говорю, об этом говорит высшая школа экономики. Стало лучше или хуже? Вероятно, это самый главный вопрос, на который ответил министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий. Правда, картина, которую рисуют статистические показатели, не всегда совпадает с реальностью. Последним вопросом на пресс-конференции стала тема, которая особенно остро стоит в последнее время. Машины неотложной помощи, которые едут на вызов по несколько часов, и врачи, которые отказывают в госпитализации больным. Андрей Прилуцкий рассказал, что на 5000 рязанских врачей всегда есть несколько сотен, из-за которых и складывается такое негативное мнение о медицине в целом. И исправить ситуацию к лучшему, это, по словам министра, и есть главная задача. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания, город. После трагедии в Кемерово, в стране, началась тотальная проверка мест массового скопления людей. Так, прокуратура Рязанской области совместно с МЧС уже на протяжении двух недель проверяют торгово-развлекательные центры на предмет соблюдения пожарной безопасности. В Рязани области расположено более 200 торговых центров и мест массового пребывания людей. В настоящий момент прокуратура Рязанской области совместно с сотрудниками МЧС проводят проверку этих мест на соответствие всем техническим требованиям. По ситуации на 5 апреля было проверено 12 торговых центров. В целом, они отвечают требованиям безопасности, однако имеет место быть нарушения, которые зависят от человеческого фактора. Технически все готово, а вот иногда загромождение эвакуационных выходов, иногда отключение сигнализации на время ремонта или просто сигнализация не работает в течение двух-трех дней. Практически во всех местах массового скопления людей специалисты находили нарушения. Так, в торговом центре Политаевске их было выявлено около 40. И это невзирая на то, что в 2014 году он практически полностью был уничтожен пожаром. Сейчас сотрудники МЧС разрабатывают новый план мероприятий, который повысит ответственность администраторов торговых центров. Мы предлагаем, значит, во время сеанса, в начале сеанса для зрителей в течение 30 секунд одной минуты предложить такой не ролик на телевидении, а именно администрация. Один из представителей выходит перед зрителями и в течение 30 секунд показывает, где эвакуационный выход, где основной выход, где находятся средства первичного пожаротушения. В пятницу 6 апреля появилось сообщение о том, что прокуратура области требует временно запретить доступ в здание ТРЦ «Премьер», «Барс» на Московском и «Виктория Плаза», пока не будут выполнены все предписания. Всего же в суд направлены материалы по 29 объектам. Ирина Ковалева, Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Олег Парамзин, телекомпания «Город». На территорию Центральной России наконец-то пришла весна. Резкое потепление привело к таянию снега, а следовательно и началу весеннего паводка. В одной из отрезанных половодьем от социально важных объектов деревень на неделе с инспекцией прибыл отряд МЧС во главе с начальником главного управления МЧС России Паризанской области Сергеем Филипповым. Еще вчера воды на этом мосту не было. Однако за ночь ее уровень поднялся на 40 сантиметров. Сейчас он составляет метр двадцать. Практически ежечасно уровень воды поднимается на 20 сантиметров. Дорогу на село Красное Яблочко подтапливает каждую весну. Причина – река Пара, которая ежегодно выходит из берегов. Когда-то здесь был переправочный мост, а теперь от него практически ничего не осталось. За несколько десятков лет, когда происходит подобный катаклизм, местные жители уже научились жить отрезанными от всего мира. Например, несколько раз в неделю к шлагбауму подъезжает машина с товарами, аналог магазина, и сельчане покупают себе все необходимое. С лекарствами проблем тоже нет. В настоящий момент в селе Красное Яблочко проживает всего 12 человек, двое из которых – инвалиды. С лекарствами обеспечены полностью, Сергей Иванович, надолго. Поэтому у нас проблем никаких нет. Пролечились бабушки. Одна бабушка сейчас в больнице лежит. Поэтому мы всех обошли, и, наверное, сто раз уже их обошли, с каждым беседовали. У нас таких проблем не возникает. Последние два года у жителей деревни появилась моторная лодка. На обоих участках дороги, которые теперь смело можно назвать берегами, дежурят спасатели. И хоть реку пересекают не так часто, помощь их все равно важна. Добраться до села не так-то просто. Лодочная переправа, а затем поездка на УАЗике, которому уже четверть века. Село Красное Яблочко – одно из многих, которое полностью отрезает водой от объектов социального значения. Посмотреть, как местные жители справляются с природным явлением, приехал начальник главного управления МЧС России Паризанской области Сергей Филиппов. Экскурсию ему провела единственная школьница – 10-летняя Анна. Она вместе с начальником главного управления МЧС навестила местных жителей. Люди практически всем довольны. Благодаря различным службам жизнь в селе продолжается. Я, как начальник главного управления МЧС России Паризанской области, удовлетворен той работой. Здесь и нашу пожарную охрану мы переместили, пожарный автомобиль, и медицина работает. Я также поговорил с дежурным по ОВД Сопожковского района, где обсудили вопросы, что участковый также держит на контроле. И те мероприятия, чтобы не было нарушено жизнеобеспечение населения, данные населенного пункта, все выполнены. Единственное, о чем просили местные жители – это построить переправочный мост. Сергей Филиппов рассказал, что работа в этом направлении ведется. В настоящий момент все переправочные мосты в области взяты на городской контроль. Село Красное Яблочко – один из шести населенных пунктов, которые отрезаны от других. По прогнозам сотрудников МЧС, их количество будет только увеличиваться. Мы прогнозируем, что наиболее опасное половодие ожидается с 9 апреля по 15-20 апреля. И это будет пик, так скажем, половодия, где, возможно, будут отрезаны, перелиты отставить около 22 мостов и подтоплено или отрезаны около 25 населенных пунктов. Сергей Филиппов отметил, что самая главная задача сейчас – это опережать паводок, а не идти позади него. Для этого ведется непрерывная работа. Ежегодно проводятся беседы с местными жителями и представителями различных экстренных служб. В каждом из отрезанных населенных пунктов дежурят пожарный автомобиль, фельдшеры и спасатели. Есть и положительные примеры, такие как деревня Терехово в Шиловском районе и деревня Бутырки. Там построены переправочные мосты и организованы работы спасательных служб. Теперь к этому уровню важно приблизить и другие населенные пункты. Валерий Седов, Олег Парамзин, телекомпания «Город». В то же время в Рязани впервые за долгие годы пришлось задействовать технику для того, чтобы расчистить пойму реки Трубеш. Наша съемочная группа стала свидетелем этого необычного события. Удивительная картина открылась перед взором водителей. Те, кто проезжал по северной окружной дороге, могли увидеть нетипичную для нашего города картину. Расчищая себе путь от ледяного плена, по реке Трубеш прошел буксир «Яна». Владимир Богданов работает техником-смотрителем подъемного моста более пяти лет. Но он удивлен не меньше очевидцев. Первый раз такой, чтобы ледокол ходил. В этом году весна поздняя. В это время сюда уже лед сходил, а в этом году никак. Морозы стояли до последнего. А уже именно с порта плавать надо. Два дня работники порта разбивают лед. Существует несколько способов для освобождения реки от зимней спячки. Путем разрезания льда с последующей раздвижкой образовавшейся полыньи или же путем продавливания и раскрашивания льда весом судна. В данном случае использовался второй вариант. Буксир «Яна» предназначен в том числе для этого. Буксир сделан так, что специально наезжает на лед и своей массой обваливает лед. Это не ледокол, а просто тяжелый буксир. В регионе в ближайшее время начнется навигация. Несмотря на то, что погода немного скорректировала планы речников, уже в понедельник-вторник выход Коке будет полностью освобожден. А пока разбитые частицы льда блестят на весеннем солнце, как драгоценные камни, будто прощаясь с наконец-то ушедшей зимой. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Наступившая весна радует горожан теплом и солнышком. А вот автомобилистам в это время года приходится не сладко. Вместе со снегом буквально на глазах тает асфальт. И опасность покалечить любимый автомобиль возрастает в разы. Тема дураков и дорог для России в общем тема вечная. Для Рязани в частности тема больная. Несмотря на прогресс, шагнувший далеко вперед, не изобрели еще такого асфальта, который бы приняла наша земля. Чтобы обозначить масштабы проблемы, наша съемочная группа устроила небольшой рейд по Рязани. В какой луже яма? Пожалуй, этот вопрос по весне интересует всех автомобилистов. А автомобилистов Рязани в особенности. Количество ям на дорогах города, их глубина и фактор неожиданности в случае, если их скрывают лужи. Все это может стать причиной аварии и порчи автомобиля. Эта весна для Рязани не стала исключением. Причем на этот раз даже центральные улицы напоминают поле боя. Как водители это очень чувствительно. Потому что и колесо можно пробить, это также деньги. Да все что угодно может случиться. По улице Пожалостина знающие автомобилисты едут со скоростью 10-20 км в час. Ну а не знающие проваливаются в нешуточные ямы. Кстати, вы знали, что Россия единственная страна, где неровности автодорожного покрытия попадают под государственный стандарт. То есть существование ям на дорогах у нас по сути узаконено. Но ям определенных размеров. Согласно ГОСТу 2017 года, выбоина на дороге имеет право на существование, если ее длина не превышает 15, ширина 60, а глубина 5 сантиметров. Мы решили проверить, соответствуют ли рязанские ямы стандартам ГОСТа. Итак, длина этой ямы порядка 120 сантиметров, ширина 95, а глубина 13. Что ж, это выбоина явно вне закона. Соответственно, если она вдруг станет причиной порчи автомобиля, то водитель вправе рассчитывать на компенсацию затрат на ремонт авто. Кстати, такие примеры в нашем городе уже есть. Представьте ситуацию. Дорога улицы Зубковой возле Ледового дворца, она почему-то постоянно всегда была разбита, сейчас более-менее подделали ее. Но в тот ноябрьский день, залитая водой яма, была небольшая оттепель, оказалась достаточно глубокая, она пробила сразу два колеса. При этом, пока она ждала эвакуатор, выходила там, пока стояло все, и ветер, и снег, она продрогла, она заболела. Так вот, мы предъявили расходы на вызов эвакуатора, независимые экспертизы, стоимость ремонта автомобиля, компенсация морального вреда. Мы доказали, что были реально причинены и физические, и нравственные страдания, что человек из-за них получил такие убытки, одновременно еще заболел, простыл. Устав от бездействия властей, рязанцы из года в год пытаются обратить внимание на проблему различными способами. Ямы обводили яркой краской, их засыпали землей, в которую сажали цветы. А в этом году ямы решили заделывать мягкими игрушками. Однако власти все-таки обещают заняться дорогами. Так, 4 апреля исполняющий обязанности мэра Сергей Карабасов сообщил, что на ямочный ремонт рязанских дорог потратят 9 миллионов рублей. К ремонтным работам планируют приступить в ближайшее время. В них задействуют более 10 подрядных организаций, а также дирекцию благоустройства города. В перечень дорог, которым требуется ямочный ремонт, включили 160 участков. Особое внимание Сергей Карабасов поручил уделить контролю за качеством выполнения работ, а также состоянию улиц с интенсивным движением общественного транспорта. Что ж, посмотрим, что из этого получится. Ирина Ковалева, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Дорога домой для жителей улицы Советской Армии стала просто невыносимой. Один заезд на семь многоэтажных домов. Автолюбители оказались заложниками собственного двора. Подробнее в сюжете Мария Рудой. Обычная поездка на работу автоледи Анастасии Максимовой уже больше месяца превращается в полосу препятствий. Пробка начинается при выезде из двора. Причиной всему стала протечка трубы, которую никак не могут залатать. Если вы посмотрите, у нас, наверное, месяц назад раскопали яму здесь, никто ничего не засыпал. В итоге машины могли ездить только по этой вот жиже. И там вот вчера застряло две машины, застряла скорая помощь. Единственный въезд во дворы у нас через красно-белый, мы прыгаем через бордюры, потому что два других выезда закрыты трубами с одной стороны и с другой стороны камни. То есть, получается, мы в кубышке семь многоэтажных домов. С одной стороны лежит камень, призванный не пропускать нерадивых водителей, стремящихся через двор миновать пробки и сократить путь. С другой – ремонт трубы. Жители дома, которые старались объезжать котлован, разрыт ремонтниками, буксовали и без посторонней помощи не обходилось. Так же, как и обычные автолюбители, здесь застряла машина скорой помощи. Колеса автомобиля полностью утонули в луже. Вместо того, чтобы спасать жизнь, врачи пытались выбраться из грязного плена. После такого зрелища жители семи домов не чувствуют себя защищенными. Никто не может подъехать к дому. Вчера сидела скорая и очень много-много машин застревало. Их вытаскивали молодежь и по уши, кажется, в грязи ходили. У меня у самой сын подъезжает на машине, не может подъехать. Никто вообще. Вот около дома раскопают яму, закапывать только со скандалом. Звонишь в теплосеть, никто яму не заделает. А это теперь года на два у нас растянулось. Представители водоканала говорят, в этом месте прорвало трубу. Ремонтные работы они осуществили, а в сложившейся ситуации винят погоду. Скажите, пожалуйста, а как скоро, вот жители просто очень волнуются действительно, а как скоро все закончат эти работы? Ну, во-первых, от погоды зависит. Все же, видите, вода течет. Но она очень мешает. Было бы сухо, вопроса бы не было. В течение двух-трех сухо. А так мы будем ждать, когда подсохнет. Ну, хотя бы прогноз какой-то месяц, неделя. Все зависит от погоды. Анастасия Максимова уже написала заявление в ЖИО номер 16 с просьбой открыть выезд на дорогу и в теплоэнергосеть. Там тоже пообещали помочь жителям, но только когда бескрайняя лужа высохнет. Интересно, что к раскопанной яме никто не подходил длительное время. Как только эта история получила широкий резонанс в интернете, а в группе ВКонтакте подслушанного водителя Рязани появились негативные отзывы, котлован приехали закапывать. Наш телеканал будет следить за развитием событий. Мария Рудай, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Обучение, развитие и отдых. Через пару месяцев в центре города появится парк реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья, доступная природа. Проект выиграл президентский грант. Организаторы получили на реализацию 2,5 миллиона рублей. Парк расположится в саду Юнатов на улице Новой. Что будет в этом парке, узнаете в следующем сюжете. Посмотреть, потрогать и почувствовать. Именно это является главным составляющим успешного обучения, считают организаторы проекта. Поэтому они приняли решение по адаптации условий отдыха детей-инвалидов в парке. Дизайн-проект был разработан с учетом интересов ребят с ограниченными возможностями. Для того, чтобы понять их потребности, было проведено анкетирование. В опросе приняли участие более 150 человек. Здесь постарались предусмотреть все, вплоть до мелочей. Даже асфальт будет положен специальный, чтобы инвалидам-колясочникам было удобно передвигаться. Идея создания проекта, по словам директора детского эколога биологического центра Елены Харитоновой, возникла случайно. Около года назад у нас появилась задумка создать такой у нас парк реабилитации на территории. То есть часть нашей территории, порядка 600 квадратных метров, отвезти под зону, которая будет полностью адаптирована для таких деток. И ребята могут сюда приходить сами, с родителями, с волонтерами, на досуге как-то развиваться, проходить по экологическим тропам, знакомиться с растениями, с животными, с птицами, заниматься мини-гольфом. И, в общем-то, свободно просто отдыхать в центре города на природе. Парк Юнатов на улице Новой уже является уникальным. Многие деревья были посажены перед началом Великой Отечественной войны в 1941 году. Здесь обитают краснокнижные пернатые, такие как зеленый дятел, радуют своим вниманием посетителей городской зеленой зоны и хищные птицы. Соколы и совы – частые гости этих мест. Дети в парке знакомятся с живой природой, сами сажают и ухаживают за растениями. Теперь такая возможность появится и у особенных ребят. Здесь будут специальные дорожки, покрытия специальные, и будет располагаться адаптированная экологическая тропа, на которой будут находиться объекты, где дети будут знакомиться с природой. Например, будут стенды с животными, натуральную величину, будут высажены растения пряновкусовые, где дети могут попробовать эти растения на вкус. Будут растения пряноароматические, где дети могут попробовать эти растения, пальчиками потрогать и ощутить запах. Еще одним уникальным объектом парка станет отель для насекомых, в котором будут представлены самые разные виды жуков и муравьев. Кроме того, здесь же появятся макеты животных в полный рост. Медведь, заяц, кабан и лось станут полноправными обитателями этих мест. На этом сюрпризы не заканчиваются. Еще на территории этого парка будет сенсорная тропа. Это тропа с особым наполнителем, например, песок, камень, чистая земля, какие-то растительные объекты, по которым дети могут ходить голыми ногами и ощущать вот эту самую особую структуру этих природных материалов. Для ребят, которые передвигаются на коляске, предусмотрена такая же тропа, но расположена она будет на уровне рук. Поэтому и они смогут познакомиться с разными природными материалами. Открытие этого парка уже ждут с нетерпением и дети, и родители. Галина Кропачева работает с детьми-инвалидами более 20 лет. Она признается, парк является мечтой многих. Когда задумывалась идея создания парка, именно ориентировались на наших детей, представляли их, как им будет хорошо в парке, как сможет, например, ребенок на коляске проехать по экологической тропе. Родители тоже с нетерпением ждут появления в городе места, где их дети смогут чувствовать себя комфортно, получать знания и отдыхать на природе. Парк «Доступная среда» очень нужна таким детям, потому что там будет развивающая зона. Дети познакомятся с природой Рязанской области и с животными. Также будет место, где отдохнуть, посидеть. И тем более этот парк будет в городе и подышать свежим воздухом. По мнению специалистов, реализация проекта по созданию парка поможет детям с ограниченными возможностями улучшить эмоциональное и физическое здоровье. И что немаловажно социализироваться и начать общение с другими ребятами. Сейчас идут последние приготовления к установке необходимого оборудования. Как только сойдет снег, начнется работа по благоустройству парка и созданию образовательного кластера для детей-инвалидов. Организаторы на это отвели себе чуть более двух месяцев. Первых гостей здесь ждут уже в июне. Мария Рудай, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.tv. Ну а мы прощаемся с вами до понедельника и желаем хорошего продолжения вечера. Мама спит, она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин